Я умею летать! Попробуйте, полетайте на тандеме. Вам очень понравится! Так хорошо, делаем еще разок. Как это выглядит вот оттуда. Надувается, надувается, надувается. Аааа! Мне больше всего страшно, что у меня подвеска порвется, и я туда улечу. Да. Вот уже жестко. Отпускаю за сантиметр. Вот он, а тут заперутся. Выходим. Аааа! Здравствуйте, клубок, уважаемые любители ледных видов спорта. Посмотрите, какой кошмар. Вот эта подвеска, в которую я полечу в тандеме. И полечу я не просто так, а летчиком. Что? Летчиком-испытателем. За мной компания Sky Country в полном составе. С летчиком-испытателем. Блохой. Он меня сегодня будет насиловать. Населять. Этим тандемом. А вот гениальный конструкторский состав идет. Бредет. Где еще конструкторский состав? Вот. Никогда бы я не подумал, что не просто полечу, а полечу в тандеме пассажиром-испытателем. Однажды, друзья, у меня такой карабин расстегнулся в воздухе. Это было очень страшно. Я до нижней подвес? Да. Потому что толстый. Держи второй. Вот. Никогда не думал я, что доживу до тест-пилота только в тандеме. Он очень боится. Он очень боится. Ты вперед беги. Ты не туда. Ты-то туда развернутый. Волков, ты туда развернутый. Ты забыл, что такое там дым? Пока. Как тяжело быть тупым пассажиром. Волоха, может быть прямым стартом? Может быть прямым, как люди настоящие? Идем, куда я тебя пихаю. Ноги-ноги пристегнул. Все? Готов? Готов. Пробуем тогда. Он у вас уже весь расстелил. Ну, надеюсь мы его расстелим. Голос? Ага. Оп. Ты что, бежать уже? Да. Ну можешь и не бежать, можешь стоять. Аааа. Осмотримся по... Вот. Профессиональный пилот уронил параплан. Слушай, кстати, а он между прочим завешенный. Завешенный? Да. Что ты делаешь с ним? Сейчас немножко подотпущу эти. Планер это ручка с педалями, это хрень со стропами. Я тоже умею на ней. Но я пассажирам страшно боюсь. Готов? Да готов уже, готов. Не томи меня. Ой. Ну давай тогда. Ой. Тейк офф. Туда беги, вперед. Ну я куда ни побегу. Вааа. Ваа. 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 Пошли. Аааа. Я умею летать. Садись внутрь в карабинчик, в треугольники. Ой. Жопе больно. Да. И расслабляйся. Ну понятно что. Усаживайся поудобней. Я умею летать. Ой. Тейк офф. Самое главное про полете в тандеме это хорошо. Блин, ты баха, как мне страшно реально. Отлично. Это очень хорошо. Ой же ёбстудей. Дай мне клеванты может быть. Неа. Не дам. У меня же тоже не должно быть страшно. Самое страшное ощущение для пилота быть пассажиром. Чё. Ладно. Если планили как-то. Мне кажется эта штука более мне подконтрольна даже мыслими. То конечно здесь оно всё качается. Ну понятно когда пассажир который ничего не понимает ему пофигу. Качается и хорошо. Но я там. У меня мысль каждая. Каждую секунду. Отработать вот это колебание какое-нибудь там. У меня руки просятся рулить. А я не могу. У Блаха. Видите у него всё. Вот это самое. Если меня спросят что самое страшное при полёте в тандеме. Вот это вот. Ох. Для пилота который уже умеет летать. То есть я. Конечно сейчас ещё будет страшнее когда Блаха будет какие-нибудь фигуры делать. там можно будет. Извиняюсь вообще. Фух. Плаха. Ты долго тут будешь летать? Да нет. Полетели уже в зону. Я к тому что я чем быстрее тем где. У меня запас по батарейкам небольшой. Я вас понял. Да. Тогда полетели. Поэтому полетели мы с тобой лучше вниз. Хорошо. Я уже не летался. Фух. Ну всё я уже успокоился. Теперь мне не так страшно. Мне теперь страшно что впереди кто-то есть. Видите вот. Есть пилот который хочет нас сбить. Любой пилот потенциально летающий. Это существо которое хочет сбить. Таких замечательных двух летчиков испытателей. Да Блаха? Да. Склон работает. Можно было бы летать как можно дольше. Но мы не хотим. Блаха. Но ты не слишком близко снимаешь? Нет. Не близко. Я попозировать. Тебе поснимать. Да. Смотрите как он снимает. А я при этом боюсь. Мне кажется что. Я понятно что к этим парапланам на плане летаю ещё ближе. Но это же я за рулём. Фух. Так. Ну что ж. Можно сделать небольшую экскурсию по горе. О да. Это правильно. Сзади у нас остался верхний старт. Сейчас мы летим вдоль самой горы Попадак. Что это он с такой впрымкает? А ты клевант? А ты тримирать. Я немножко подтянул. Не повреждай меня когда ты что-то дёргаешь. И вообще не дёргай так сильно мне страшно. Хорошо. Да. Пойдём поближе к горе. Сейчас мы ему пересечём. Что он. Что ты так переживаешь. Что у вас? Что он там орёт? Я там у него был. Да. Ему страшно. Мы его спутку поставим. Так. Склон горы Попадак. По склону идёт канатка до самого верха. И вот сейчас пролетаем мимо. Парибру. Парибру. Да. Промежуточного старта. Вон 1900 метров. 1800 этот будет. 1001 и 900 где мы стартовали Патара. Это 1.8 считается. 1900 метров. И этот старт в сторону континента. Видите. Достаточно такой коротенький. С приличным уклоном. Наверное я бы так сказал. Один из более сложных стартов на горе Попадак. То есть сверху вот этот старт проще. Снизу этот старт тоже проще. Это 1700 метров старт. Ну вы сейчас видите. Всё прям как оно в жизни есть. Как оно красиво. Это верхний Алудениз у нас. Который называется Авачик. А чуть левее Хесарон. Ну и дальше Фетия видна хорошо. А Алудениза бухта вот она внизу. Мы пока его не очень хорошо видим. Там город не видно. Но так вот я его увидел. Друзья. Первый раз в своей жизни. В 97 году. То есть 24 года назад. Стартовал я тогда вот с этого старта. И вот наверное примерно так же. Летел в сторону моря. И боялся. Потому что мне нужно было делать опасные режимы самому. И нужно было чтобы кто-то меня заставил что-то сделать. А теперь же вот сидит сзади. Тот кто меня заставит только вообще без моего какого-то желания. И от этого мне становится всё тревожнее и тревожнее. Вот там друзья находится долина бабочек. За вершинкой с антеннами. Куда мы долетаем. Очень красивое место. Так. Я сейчас прижмусь максимально к кораблям. И с правого виража пойду на посадку. Главное за матч это будет не зацепиться. Ты мать что-то сними немножко кораблики которые. Ах бы да. Вот я прижимаюсь к скалам. Ах. Всё. И едем на посадку. Вот так раз. Угу. 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 На камушке. Ура. Бежать. 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 Эх. Молодец. Профессионал. Да. Мастерство не пропьешь. Волечка молодец. Мы даже на ногах устояли друзья. И приземлились вот так вот рядом с такими вот. Ой слушай яхты такие навороченные. Это Джек Воробей. Да, Джек Воробей. И вот город Алуденис. В городе Алуденис. Сейчас я руку протяну, как раз удобно. Вот она идет, центральная улица. И по этой центральной улице вы попадаете на пляж. Вот там как раз остановка маршруток, которые везут вас на станцию канадной дороги. И станция канадной дороги, вот она находится вот где-то здесь на перевале. Вот она сейчас видна хорошо. И вот он, 1200 метров промежуточный пункт. И, собственно, 1200 метров старт. Видите, как с воздуха можно красиво все показать. Если вы будете селиться в Алуденисе, я вам рекомендую отель, называется Пирдикия. Это самый мой любимый отель, потому что я там много раз жил. И такое, не знаю, может быть, ностальгия работает. Самый первый раз, когда я приехал, вот видите лагуну. И вот там, вот такое местечко, можно построить палатки. Там такой хваливтовый лес. Там я останавливался первый раз. И вообще первые два курса, когда я вел, мы жили в том кемпинге. То, что денег было совсем мало. А наши более богатые студенты жили вот в этом, вот Лики Волд. И они сказали как-то, Волков, а что вы так вообще не хотите к нам слетать, покушать баранину? У нас одной баранины 16 видов. И я туда прилетел, приземлился, покушал баранины. Понял, что у нас там вот живет Алексей, мой друг остался, который тоже хочет покушать. И мы взяли с моим другом Костями Затонским лодку, каяк. И на каяке вот эту всю дистанцию прошли до бухты. Подобрали в бухте Алексея. В непромокаемый мешок засунули все вещи, включая фотоаппарат. И каяк погрузился под воду. И мы, не всплывая в подводном положении, умудрились прочапать назад. И зайти, так сказать, в Ликио. Но что я могу сказать? Молодость, молодость. Очень все весело. Кстати, сейчас мы, не знаю, увидит ли камера, а мы с Игорем видим Родос, остров Родос. Он не так редко, не так часто виден. Ну, давай попробуем показать. Да, кстати, Родос видно. Друзья, редшайшие мотивы явления. Надо было бы на самом деле сверху, с вершины поснимать. Что-то как-то мы не додумались. Там было лучше видно. Да, было лучше видно. Почему видно Родос сейчас? Мы, видите, опускаемся в более такой слой с дымкой. Это инверсия. Сейчас видно, что внизу как раз воздух перемешивается. Он более влажный, воздушная масса, а сверху воздушная масса другая. Вот сейчас хорошо эта инверсия видна на ваших глупых экранах. Между тем мы подлетаем к бухте. Блоха, ты сразу работать начнешь? Ну, я скажу обязательно. Сам я провожу курсы СИВ здесь каждый год. Теперь, наверное, буду... Ну, раньше до 14-го года каждый год было. И я, получается, с 1999-го до 2014-го мы не пропускали. Возили каждую май месяц и каждый октябрь месяц. Потом был перерыв. Я больше занимался планиризмом, чем парапланиризмом. Плюс вечно то дружили с Турцией, то не дружили. Было достаточно сложно. И сейчас решил я эту славную традицию продолжить. И вот так выглядит бухта, в которую прилетают мои ученики. И я им говорю, ну-ка, занимаем там правую половину бухты, левую половину бухты. Готовимся к работе. И вот они у меня берут и складывают параплан, и раскладывают параплан. Ты видишь, я хочу занять положение, чтобы нам никто под нами, никого не было. А я еще чуть подвинусь от всех. А я сейчас чуть письку поправлю. Давай. Вот сейчас мне страшнее. А голову я так буду ложить, когда устану. Нет, пока я, видишь, я пока тебе никаких этих не делаю перегрузок. Сейчас мы сначала срывчик сделаем. Прям сразу срывчик? Да. Ой, друзья, по-моему, это начинается. Можно пробовать? Да, пожалуйста. Хорошо. Приготовился от страха. Срыв потока. Ай, как же это страшно. Надуваем парапланчик. Надуваем, надуваем, надуваем. Отпустили. Опа. Клевок до 60 градусов, даже до 45. Это железная Б. Фух. Так что никаких проблем у нас со срывом нет. Даже мне не страшно было. А еще разочек в блохах. Еще разочек сейчас сделаем. От солнышка отвернемся. Даже мне было не страшно, поэтому я готов, так сказать, повторить. Так, хорошо, делаем еще разок. Как это выглядит вот оттуда. Надувается, надувается, надувается. Потом я... А-а-а. Так, теперь идем надувать. Надуваем, надуваем. Отпустили. Оп, полетели. Слушайте, ну не страшно. Я специально не торможу клевок, потому что у нас с тобой сертификационный срыв потока. А, то есть мы еще ничего не поможем? То есть я не тормозил ни сантиметра. Вот, поэтому, поэтому все чисто и справедливо. Да? Срыв потока, друзья, это то, до чего доходят мои студенты. А давление-то падает. Хорошо, теперь смотрите, что мы сделаем. Сейчас мы крутанем спиральку. Только я уйду куда-нибудь, где никого нету, потому что у нас снижение будет приличное. Ой. Вот. И Игорь тогда на меня голову или удержишь ее, посмотришь, как тебе будет удобно. Мне говорили, что шея может отвалиться, я попробую сконцентрироваться. Ну я не буду, может быть. Я люблю массаж, мне обещали массаж, если с шеей будет что-то не так. Ну хорошо, пробуем делать тогда. Значит, я сейчас сначала просто круто, но не сертификационную. Просто посмотреть, как он себя ведет. Я в переднем положении, в передней подвеске ни разу спираль не сделал. Вот вход в глубокую спираль, вот она пошла. Я все перестил. И пошел выход. На самом деле запирание не произошло. Поэтому сейчас мы, может быть, попробуем с Игорьком крутить. Ага, это мы вошли в свою спуточку. Это всегда так бывает на нежном выходе. А я нежно выходил. Понятно. Мне больше страшно, что у меня подвеска порвется, и я туда улечу. Значит, крутанем еще разочек. Как голова, все хорошо? Да нормально, давай уже, не томи меня. Значит так, теперь я делаю сертификационную. То есть я должен сейчас втянуть на сколько-то. И теперь мы за 5 секунд должны войти. Вроде бы есть вход. Я не должен отпускать ее. Отпускаю за сантиметр. Вот она там заперется. Выходим. Да, на нашей месте он тоже запирается. Это мы любим делать вот такую вот горочку для пассажиров. Им очень нравится. Тянуть на сколько-то. И теперь мы за 5 секунд должны войти. Вроде бы есть. Я не должен отпускать. Ааа. Вот уже жестко. Вот это совсем жестко. Ааа. Сопли потекли. Ааа. Ёпс, туда и невесомость. Вот такую вот горочку для пассажиров. Вот. Ну да, действительно. В жопу такие ладушки. Нейтральность присутствует. Ничего ты с этим не сделаешь. Ну а сейчас мы с тобой, наверное, крутанем сатик. Ну, крутни. Так. Так. Сейчас. Входим, 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 входим. И оп. Опа. Вот так вот это выглядит, этот сатик. Ну, сатик-то, кстати, перегрузки нет, в чем я люблю сатик. Нету перегрузки. Выходим. Нету перегрузки. Сразу же выходим из спирали. Нам перегрузки уже не нужны. И вот так. И вышли. Вот. Небольшая горочка. Потому что я понял, что Волкову понравилось меньше спутная струя, чем нежный выход. Так. Так. И зачем я вообще на это согласился? Вот как выглядит сатик. Ой. Опа. Вот так вот это выглядит, этот сатик. Ну, сатик-то, кстати, перегрузки нет, в чем я люблю сат. Нету перегрузки. Нету, выходим. Ау. Опа. Да. Вот, небольшая горочка. Опа. Потому что я понял, что Волкову понравилось меньше спутная струя. Конечно, меня тревожит всегда, когда что-то я не контролирую. Я тебя понимаю прекрасно. А сейчас я не контролирую ничего. И у меня еще сижу в подвеске, которая каких-то три веревочки. И у меня выстрель такая. Сейчас это хрясть, хрусть, и я вниз. И сейчас хрусть, и пополам. Ой. Друзья, попробуйте, полетайте на Сантеме. Вам очень понравится. А-а-а. Это плохо делать Винговеры. А-а-а. 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 Ну, плохо, хорошие Винговеры. Опа. Опа. И еще разочек. Ой, уже низковатенько. Я уже вижу яхту. Поехали на нее садиться. Давай. Контент огонь. Пореве. Фу, обосратушки. Да, друзья, это, конечно... Игорь, слушай, я попробую дернуть. Говорят, что это нереально, но я поп... А, нет, точно, это нереально. Уже мы низко, я боюсь. Ну, ладно, все. Фу. Так, главное теперь хорошо приземлиться. О, ничего. Сейчас же можем акробатов посмотреть. Так, во-первых, смоемся из зоны, чтобы в нас никто не упал. О, кто из акробатов не сделал бак-бак-бак. О, кстати, я вижу эти гостиницы. И ты можешь поснимать их. Так, вот я... Илья Лу-Денис, так сказать, место замечательное. А это инструкция по его применению. Первый раз я жил вот там, друзья. Вот там, в конце бухты. Вот он, лагерь среди эквалифтов. Ох. Да, досталось мне веселье. Живые, но и непобежденные. Да, живые и побежденные. Главное теперь хорошо приземлиться. Я не буду рисковать. Я сяду там, где широко. Да. Ты уже меня так побереги. Да. Там, куда мы обычно садимся, я не полезу. Либо... Ибо... Шасси мои, это ноги мои. Я привык на колесика садиться. Уже, да. Да. Вот до чего жизнь довела. Вот каким и мужичным и плохой. Классическая восьмерка. Яблоке не мешаю. Хотя, конечно, я уже хочу взять клеванты, зайти самому. Потому что... Ой, как мне страшно. Когда не контролирую ситуацию. Мои ученики приземлялись вот на все вот эти вот кафе иногда. Там, ну, не потому что они так хотели, а потому что у них так получилось. Вот. И балаха вот. Так, мне тоже уже вывесишься? Да, можешь. Ой, главное сейчас не упасть. Ты главная блока, скорость. Скорость есть. Сядем хорошо. Сядем хорошо. Да, уже только не будем его бить ногами или нет. Посадки к карьеру готов. Так, хорошо, сейчас крылышко положим красиво. Мочерство не пропьешь. Звездный экипаж наконец-то на земле. Ты это сделал, ты выдержал все. Друзья, это самое страшное, наверное, что было в моей жизни. Вот это вот, что я сейчас делал. Летал пассажиром на тандеме. Да не просто так, а на испытательном. На испытательном. Да еще на порванном. Он порван был? Да. Прекрасно видел, где у него деформация. Он еще порван. Нет. Обкакаться можно. Нет, ну, это реально страшнее ничего не бывает. Друзья, кататься на тандеме не страстно. Пожалуйста. Да, это мы. Друзья, вот это вот контент огонь. Это мы? Ну, скажем так, одна сторона была оторвана. Болкороль? Кто разрушил Бастилию? Это не я, Мария Ивановна. Блоха, зачем ты порвал тандем? Он прототип мне можно. Да. Вот так, сзади, с боков. Давай сдадим. Да, вот это, вот это контент огонь. Блоха, ну мы это сделали. Вот это, да. Друзья, мы порвали параплан. Вот, вот он, вот, контент огонь. Летчик-испытатель. Хорошо кушал, хорошо кушал. Хорошо кушал. Ой. Ну, молодец. Что вы не... Блоха, ты скажешь, ты доложи, пожалуйста, о испытаниях. Значит так, к сожалению, на данный момент результат отрицательный. То есть крыло показало спиральную нейтральность. Будем работать. А что скажет конструктор? Да, собственно, то же самое. Будем работать. Что такое спиральная нейтральность вообще? О чем мы говорим? Тест довольно жесткий. То есть мы должны прогрессивным движением и единственным движением войти в глубокую спираль. И эта глубина клеванта должна быть такой, чтобы он вошел либо за полтора оборота, либо за пять секунд. После этого он вошел в глубокую спираль. Руку нельзя никуда двигать. Она должна быть затянута. А для глубокой клеванта, глубокой спирали это много. Поэтому он разгоняется очень прилично. И его надо так подержать три оборота. И еще за один оборот отпустить. Так. И дальше смотреть, что он делает. Если крыло сразу начинает выход, это А. Если оно кручит там один-два оборота, по-моему, это Б. Ну и так далее. В общем, дальше надо смотреть. Наш вариант пока, оно остается в глубокой спирали. Три-четыре оборота. Его надо выводить. Ну, соответственно, работаешь внешней клевантой. Да. Но как только трогаешь внешнюю клеванту, сразу же идет выход. Вот. Но поскольку он не спонтанный, то есть с помощью пилота, это не... Это вне зоны сертификации, будем так говорить. Друзья, может, мне даже стало впервые немножко жалко моих студентов, на которых я тренирую глубокой спирали. Потому что вот эту перегрузку, когда оно совсем уже свалилось в очень глубокую спираль, я тем более там заперлась. Держать тяжело. И, ну, когда ты контролируешь ситуацию, наверное, это проще. Но ведь новички, они часто попадают и думают, ай, как теперь из этого выйти. Ну, точнее, даже знают. Но это действительно тяжело. Поэтому спираль очень ответственный режим. Очень нужно хорошо ее научиться отрабатывать, выводить парапланы спирали. И это ключ к возможности работать при перегрузке, если вдруг завязался галфук, еще не что-нибудь в этом роде. Если там получился подворот крыла, затянуло во второтацию. Умение держать перегрузку, думать при перегрузке. И делать что-то перед перегрузкой, это крайне важно. И этому учат глубокой спирали. Ну что ж, друзья, на этой оптимистичной ноте можно закончить это видео. Мне кажется, контент огонь. Вы сами видите, погода... Погода бомба. Я это сделал для вас, глубоковажаемые зрители канала Мечта Летать. Надеюсь, как-то что-то вы там прокомментируете по этому поводу. Фух. Ну, это все было... Трудовой и инструктор нет, это испытательский пот. Работа испытателя трудна и безопасна. И весела! И весела. Окей-кей, до новых встреч, будем продолжать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова